Над смертью, малая пасха, наступает новая седмица и будет совсем особый день для нашего храма, потому что именно на неполу-зимнего 19 января, 5 лет назад, наш храм был освящен и здесь прошла первая ледунгия. Иногда еще были совсем пустые стены, не было алтарной преграды иконостаса, но Господь милостик и вот за такую непродолжительную для жизни храма время, у нас такая красота. Сегодня мы Богу благодарить, будем прославлять и святых равнопостных Настальтины и Лены, во имя которых освящен наш храм, и молиться Николаю Божьему Угоднику, потому что мы считаем его нашим особым попечителем, нашим особым помощником. Поэтому всех вас, братья и сестры, приглашаем и на всеночное бдение накануне 19 января и на саму Божественную Литургию. Братья и сестры, я хотел поздравить нашего дьякона Андрея с днем детсо-нинингства. Вчера он не смог присутствовать по службе, потому что отец Андрей еще исполняет светскую работу, и поэтому, когда он приходит, у нас большая радость. Дорогой отец Андрей! Вы человек, может быть, и взрослый, но как дьякона вы еще очень молодой. Сколько вы священном сами живете? Еще и года нет, Борис. А в храме вот самого основания храма? Самого основания храма. Дорогой отец Андрей! И дальше будешь с нами. Я очень часто отцу Андрею, как молодого дьякона, делаю замечания, наверное, даже здесь слышно, как я его ругаю. Но это, отец Андрей, для того, чтобы вы были еще лучше, чем вы есть. Мне это только очень приятно, когда вы называете меня молодым, я так. Я старшую. Это очень интересно. Отец Андрей, вот Господь вас судил сначала служить царю земному, быть воином армии российской, а теперь Господь сказал быть воином Христово воинства. Поэтому помните, что ваше призвание это действительно служить Богу и учиться служить Богу, потому что вы действительно еще дьяконом молодой, а мы все и священнослужители, и земляне будем за вас возносить молитву, чтобы ваше служение проходило непредкновенно. И чтобы действительно Господь даровал вам радость от того, что вы предстоите Божьему престолу. Находится в лотаре, которое здесь, на земле, олицетворяет духовное небо. Дорогой господь Андрей, радости от служения и в знак нашего молитвенного общения вам проспора. А для того, чтобы вы учились, для того, чтобы вы еще учились, книжка отца Владимира Кулакова, проектор Духовной Академии, о Христовом печи, в истории, рассказанных Христовом. Читайте на досуге, если нет по ночам, читайте, изначально и наставляйте. И еще один Андрей у нас есть замечательный, это Андрей Лугунов, мы его тоже вчера не посправили. Дело в том, что все, что сделано за пять лет в нашем храме, сделано руками прихожан. И кому-то Господь даровал золотые руки, и человек не только где-то там на стороне ремонта делает, а человек в храме делает очень-очень многое. Я бы не знаю, как мы обошлись, дорогой Андрей, без вас. И для нас большое утешение, что мы, священнослужители, ничего делать не умеем, через руку валятся молотки, отвертки, пока пальцы все разбегаем. Мы можно вас позвать, и благодаря вашим трудам у нас в храме такая красота, такое благолепие. Дорогой Андрей, что вы помнили, что не все заканчивается физическим трудом. Вам книга блаженного старца Никодима Паисия Святогорца о молитве, чтобы вы помнили, что помимо физического труда есть еще труд духовный. И также вот такая проспора, знак нашего молитвенного общения. Примите нашу благодарность. И пять лет это много, и это очень мало. Поэтому вам присоединяются еще большие труды по служению в новом храме, по возведению нового храма, и об этом вознесем нашу молитву.